Всем привет! Вы на канале Звездный Социум. В этом видео о судьбе легендарного актера Геннадия Нилова. Сегодня ему исполняется 84 года. Итак, к новости. Как это не прискорбно, в советском кинематографе множество артистов, которые стали известны благодаря одной роли, но так и не смогли повторить успех. В эту плеяду артистов входит актер Геннадий Нилов. Его самая известная роль в картине «3 плюс 2», где он сыграл одного из трех друзей – ученого-физика по фамилии Сундуков. Известно, что самого артиста впоследствии коллеги и знакомые за глаза так и называли Сундуком. К сожалению, Геннадию Нилову не удалось повторить успех, а работа в картине «Продавец воздуха», в которой он сыграл геолога, могла стоить ему зрения. В трудные девяностые он оказался без работы. Его уволили по сокращению штатов. Конечно, Нилов безумно переживал. В отчаянии выбросил все свои афиши и пленки, страдал от депрессии и проблем со здоровьем. Цитата. «У меня был сдвиг, когда я потерял все зубы. Просто плоскогубцами по две штуки выдергивал сам», – рассказывал в одном из интервью актер. Спустя время он нашел в себе силы вернуться к жизни. Занимался фотографией, выполнял разовые работы, в итоге перебрался жить в деревню. Его сын Алексей Нилов продолжил актерскую династию. Больше всего мы знаем его по роли милиционера Ларина из сериала «Улицы разбитых фонарей». Судьба Геннадия Нилова неоднозначна. Прославившись 3 плюс 2, он не сумел задержаться на вершине успеха надолго. Зато основал новую актерскую ветвь и оставил после себя наследие в виде качественных советских фильмов. Алексей и сегодня зовет отца сниматься, однако Геннадий Петрович отказывается. Он уже сделал для кинематографа все, что мог. Ставьте палец вверх, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.